Здравствуйте, уважаемые студенты! Добро пожаловать в видео лекции по нормальному клиническому анатомию. Тема сегодняшней видео лекции – функциональная анатомия мочевыделительной системы. План лекции. Сегодняшнюю лекцию мы будем проводить по интерактивному методу «Урок по частям». Я сегодняшнюю лекцию разделила на три части. Первая часть лекции – строение топографии рентген-анатомии почки, а также строение нефрона. Вторая часть лекции – строение топографии рентген-анатомии мочевого пузыря. Мочевые органы – органы урнария. К ним относятся почка, рен, вот видите, парный орган, да? И мочеточники уретер и мочевой пузырь, визика уринария, мочеиспускательный канал уретра. Состоит из четырех органов – почка, мочеточники и мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Почка продуктирует мочу и выводит до мочеточника. А мочеточник проводит мочу от почки до мочевого пузыря. А мочевой пузырь скапливает мочи и периодически выводит через мочеиспускательный канал. Давайте начнем. Первая часть лекции у нас – строение почка. Почка – это экскреторный орган, парный экскреторный орган, темно-бурого света, бобовидную форму, плотной консистенции. Размер почки 12 см длина. Вот длина, да? Ширина – 6 см и толщина – 4 см. Масса почки колебается от 120 до 200 градусов. Теперь почка имеет бобовидную форму, парный экскреторный орган, который вырабатывает мочу и через лоханьки проводит мочеточнику. У почки различают передняя поверхность и задняя поверхность. Передняя поверхность – парцис антериор, задняя поверхность – парцис пастериор. А также у почки выделяет верхний конец – экстремитес супериор и нижний конец – экстремитес инфериор. Два края есть. Вопуклый край – марго латералис и вогнутый край – марго медиалис. Вот на вогнутом медиальном крае имеется ворота почки. Ворота почки. Это хилиум реналис. Хилиум реналис. Вот здесь ворота почки. Хилиум реналис. Через ворота заходит и выступает почечная артерия. Вот почечная артерия. Вот почечная артерия. Вступает, а также почечные нервы. А выходит через почку, то есть через ворота, мочеточник, почечная вена и почечные лимфатические узлы. Почка. Вот продолжается ворота почки. Синус пазуха, почечная пазуха, синус реналис. Вот через, теперь мы останавливаемся в топографии почки. Топографии почки. Во время топографии мы должны останавливаться синтопию, скелетопию и галлотопию. Что такое галлотопия, синтопия, скелетопия, галлотопия? Все знаете, что это орган, в какой полости расположен, да, галлотопия. Это первая лекция была. В первом лекции я давала. А синтопия соседние органы, а скелетопия в отношении к скелету. Значит, наша почка расположена, где брюшной полости. Вот брюшной полости расположена галлотопия почки, это расположен в брюшной полости. Теперь скелетопия. Почка расположена по бокам позвоночной столбы на уровне 11,19 грудного до 3 поясничного позвонка расположена. Это скелетопия. Теперь синтопию. Почка, соседний орган мы определяем. Вот сзади почки что расположен? Сзади почки расположен мышцы поясницы. Мышцы поясницы. А спереди обеих почки расположен надпочечник. Вот правые почки надпочечник и левый надпочечник. А также спереди брюшина. Мы с вами, когда проходили пищеварительную систему, останавливались брюшина. Брушина, да, перетенеум. Перетенеум состоит из двух листков. Каких? Ветеральных и паритальных листков, которые по отношению к вот этой ветеральной и паритальной листке образуют мешок. Этот мешок называется брюшина, перетенеум. По отношению брюшины, они, внутренние органы подразделяются на ретропаритенальные, экстрапаритенальные. В некоторых книгах написано экстрапаритенальные органы, мезапаритенальные органы и интрапаритенальные органы. Интрапаритенальные органы, когда покрывает со всех сторон брюшина. Если трех, более двух, трех сторон покрывает, тогда мезапаритенальные органы. А экстрапаритенальные или ретропаритенальные органы – это в одну сторону. Вот здесь покрывает брюшина, ветеральный листок, значит, нашу почку и мочеточнику покрывает в одну сторону, только переднюю сторону. Значит, ретропаритенальные органы относятся, да, почка. Или экстрапаритенальные органы относятся. Вот видите, правая почка от левой почки отличается чем… Правая почка ниже, полтора сантиметра ниже, чем левая почка расположена. Вот здесь очень хорошо видно. Давайте здесь очень хорошо видно, да, вот правая почка ниже, чем левая почка. Почему правая почка ниже расположена, чем левая почка? Потому что в правом подреберье расположена печень, здесь печень расположена. Из-за печени правая почка ниже расположена, чем левая почка, да, молодцы. Теперь давайте синтопию, соседние органы. Сзади мы сказали, что мышцы поясницы расположены. В верхнем конце сказали, что надпочечники. Теперь передней поверхности расположен брюшина, сказали. Хорошо. Теперь в верхнем конце, передней верхнем конце расположен правой почки печень, да, печень отсюда до сюда. Хорошо. В медиальном крае есть нисходящая часть двенадцатой перстной кишки. Парис, дескенденис, дуоденум, да. И нижняя, это тоже поперечно-ободочная кишка расположена. Трансверсус. Колон, трансверсус. Да. И всё. Теперь левая почка. Левая почка тоже, как сзади расположены мышцы поясницы, а сверху надпочечники. Синтопия левой почки. Левая почка расположена сзади обеих почки, мы сказали, это мышцы поясницы, да, вот мышцы поясницы. Сверху обеих почки расположен надпочечник супраринализ. Вот. Спереди покрывает ветеральный листок брюшины. Поэтому они расположены ретропаритинальный орган, да. Теперь сверху пролежит левая почка, левая почка расположена, соприкасается с желудком. В медиальном краю лежит это поджелудочная железа, панкреас. Снизу, 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 нижний конец соприкасается с тошей, тошей кишкой и иеном, да. И сзади расположена здесь селезёнка. Вот так расположены наши почки. Наши почки вот таким образом расположены. Теперь мы останавливаемся на строении почки. Почки в поперечном срезе состоят из двух веществ. По периферии расположены корковые вещества, кортикс риналис. И центрально расположен более тёмный свет, это медульный спиналис, мозговые вещества. Они образуют пирамиды, да. В корковом веществе расположены нефроны. Структурные функциональные единицы почки это нефрон, да. Основным мозговым веществом тоже расположен. Но давайте останавливаемся сегодня в строении нефрона. Нефрон состоит из 5 отделов. Это капсула шумлянского баумина, проксимальные канальцы, дистальные канальцы, извитые канальцы и собирательная трубка. Это капсула шумлянского баумена, это проксимальные канальцы, это извитые канальцы, а это собирательная трубка. Основной функцией нефрона это образование мочи, то есть продуцирует мочу. Мочу образуется из чего? Из крови, приносящей артериолы и выносящей артериолы. Образование мочи происходит в двух этапах. Это первый этап, здесь капсула шумлянского происходит первая фильтрация почки, фильтрация крови. Здесь должны задерживаться форменные элементы крови, эритроциты, лейкоциты. По гистологии мы прошли, наверное, это эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. В моче, окончательная моча образуется вот из витых канальцев, то есть второй этап образования мочи. В окончательной моче образуется и передаёт собирательную трубку, через собирательную трубку поступают чашечки, потом большие, потом лоханьки, потом поступают в мочеточники. Молодцы. Теперь мы останавливаемся оболочке почки. Почка снаружи покрыта фиброзной капсулой. Фиброзной капсулой. Это капсула фиброзом. И потом средняя, это жировая капсула, капсула адипоза и снаружи покрыта отенциальной оболочкой туника адвентицин. Теперь сегменты почки. Каждая почка имеет по 5 сегментов. Вот здесь очень хорошо видно. Это передний, это верхний сегмент, сегментом супериор. Это второй, это сегмент передний, верхний сегмент, сегментом антериус супериор. И нижний передний сегмент, сегментом антериус инфериор, это нижний сегмент, сегментом инфериор и сзади сегментом пастериор. Состоит из 5 сегментов. здесь мы рентген анатомии на рентген и очень хорошо видно контуры и почка неоднородно верхняя граница тени левой почки достигается 11 грудного позвонка грудного позвонка правой почки ниже нижнем крае 11 грудного позвонка нижний конец левой почки расположен верхний конец 3 3 поясничного позвонка правой почки нижний конец расположена середина или нижний конец 3 поясничный позвонка вот почечная лоханочная система на рентгенограмме давайте на наш предмет это клиническая анатомия поэтому я хотела дать некоторые заболевания которые часто встречающие это мочекаменная болезнь образование камни пески в почках пелонефрит это воспаление почки нефроптоз гидро нефроз почечная недостаточность бывает хроническая и острая и гламерлонефрит когда поражаются клубочки и канальцы вот образование вот такие камни образуется до почках вот первая часть лекции мы закончили давайте хотела обратной связь сделать с вами обратном связи я вам приготовила вопросы и ответы давайте какие какие четыре органа составляет мочеводелительную систему вот я сказала вам почки ренец 2 мочеточники уретер мочевой пузырь визика уринария и мочеиспускательный канал уретра топография почки здесь топография почки почка основном мы сказали галатопию синтопию и скелетопию галатопия почкиlife4 хочет от папочка это расположен брюшную полость по бокам позвоночного столба на уровне 11-11 грудного-то 3-того поясничного позвонка правая почка немного на полтора сантиметра ниже расположен там левых левое почка галатопия почки почке расположен брюшной полости теперь скелетопия по бокам позвоночные столба на уровне 11-19 грудного до 3-го поясничного позвонка. Молодцы. Синтопия. Мы синтопию долго разбирали. Задняя поверхность принадлежит мышце поясницы. В верхнем конце соприкасается с надпочечником. Верхняя поверхность правой почки принадлежит печень. В нижней трети ободочная кишка поперечной ободочной медиальному краю принадлежит нисходящая часть 12-перстной печени. Какие анатомические образования имеются в почке? Это верхние концы. Экстромитис супериор и инфериор. Латеральные медиальные краи. Марго медиалис и латеральность. И передная и задняя поверхность. Парцис антериор и пастериор. Где расположены ворота почки? На медиальном вогнутом крае. Молодцы. Теперь, какими оболочками покрыты наши почки? Почки покрыты фиброзной оболочкой снаружи, сразу капсула фиброзом. Да? Фиброзная капсула. Жировая капсула. Капсула адипозы. И третья, самым наружным, это адвенциальная оболочка, туника адвенциаль. Каких веществ состоит из почка? Почки состоят из двух веществ. Наружный, это корковой, как мы сказали, кортекс, ренализ. И мозговое вещество, центральное, это медула, ренализ. Из каких образований состоит мозговое вещество? Мозговое вещество расположено пирамидой. 15-10, от 10 до 15 штук пирамиды. Что такое нефрон? Это структурно-функциональная единица почки. Строение нефрона. Нефрон состоит из капсулы шумлянского баумина, практимальной канальцы, дистальной канальцы, изитые канальцы и собирательная трубка. Расскажите схему выработки мочи и ее путь выхода из почки. Сначала нефрон образует мочу, образует и малые чашечки, потом большие чашечки, потом лоханки, потом мочеточник, потом мочевой пузырь и через мочеиспускательный канал наружу. Вторая часть лекции Это строение топографии рентген-анатомии мочеточника. Мочеточник уретер парный орган расположен в брюшной полости расположен в основном брюшной полости и тазовой области тоже располагается. Часть мочеточника основном расположен брюшной полости в виде трубки, которая соединяет почку с мочевым пузырем длиной 30-35 см. Оболочки имеют 3 оболочки. Самая внутренняя оболочка, слизистая оболочка, туника мукоза и мышечная оболочка, туника мускулярис и наружу покрыта адвентициальной оболочкой туника адвентици. У мочеточника выделяют 2 части. Это брюшная часть, парс абдоминалис и тазовая часть, это парс пельвина. В мочеточнике видны 3 сужения. Физиологические сужения. Это место перехода лоханки в мочеточнике в мочевом пузырь. переходит тазовая, этот, брюшная часть в тазовую часть, место перехода в брюшную часть в тазовую часть, второй. И третье, внутри, когда впадает мочеточник в мочевой пузырь, имеется третье сужение, физиологическое сужение имеет. Рентген анатомия оболочки мы сказали. Рентген анатомия на рентгенограмме мочеточники имеют в виду узкие тени с четкими и гладкими контрами. По выходу из почечной лоханки правые и левые мочеточники приближаются к поперечным отросткам поясничных позвонков, образуя поясничные части изгиб в медиальную сторону. В полости таза мочеточник тоже изогнута в латеральную сторону. Перед впадением в мочевой пузырь опять вновь изогнута в медиальную сторону. И все на рентгенограмме видны физиологические сужения. Вот на рентгенограмме мочеточники вот видно таким образом. давайте вопросы ответы для второй части лекции. Где располагается мочеточник? Мочеточник расположен в основном брюшной полости, но часть мочеточника расположена в тазовой части тоже. Откуда начинается мочеточник? Мочеточник начинается от лоханки почки до мочевого пузыря. Расскажите две части мочеточника. Мочеточник имеет две части. Это брюшная часть и тазовая часть. Брюшная часть парс абдуминалис, тазовая часть парс пельвина. и в некоторых книгах написана внутри органная часть парс интернум. Третья часть тоже в некоторых книгах написана. Какие сужения имеет физиологические? Это место перехода лоханки в мочеточник, на границе перехода в тазовые полости, на протяжении тазовой полости имеется и перед входом стенки мочевого пузыря. Оболочки мочеточника это наружная оболочка соединительная тканная то есть уникад вентиляция. Средняя оболочка это мышечная оболочка и внутренняя оболочка слизистая оболочка. Длина мочеточника у взрослого человека 30-35 сантиметров. Давайте переходим в третью часть лекции это строение топографии рентген анатомия мочевого пузыря. Мочевой пузырь это визика уринария непарный орган визика уринария это непарный орган расположен в основном тазовой области позади лобкового симфиза. мочевого пузыря состоит из ёмкость мочевого пузыря это от 250 до 500 миллилитра. В мочевом пузыре выделяется дно вот дно фундус визика уринария верхушка апекс дно фундус тела и шейка шейка это колум визика уринария на шейке имеется отверстие для мочеспускательного канала полость мочевого пузыря имеет треугольную форму и имеет полость имеет три отверстия в верхнем стенке имеется две отверстия для правого мочеточника левого мочеточника внизу имеется для мочеиспускательного канала состоит из оболочки это расположен оболочки слизистая оболочка внутренней слизистой оболочкой потом подслизистая основа мышечная оболочка и мышечная оболочка и снаружи покрыта аденциальной оболочкой слизистая оболочка это мукоза потом подслизистая основа субмукоза мышечная оболочка имеет вот такие мышечные оболочки наружный внутренний слой имеет продольные вот продольные а этот средний слой – циркулярный. Мочевой пузырь скапливает мочу и периодически выводит из организма через мочеиспускательный канал. Мочевой пузырь на рентгенограмме при наполнении его контрастной массой на рентгенограмме имеет форму диска с складкими контурами. Для исследования мочевой пузыря применяется также систоскопия для осмотра слизистой оболочки. Мочевой пузырь расположен, когда наполненный мочевой пузырь мезопаритинально, то есть сверху и по бокам покрывает брюшина, перитинем. Опустевший мочевой пузырь расположен ретропаритинально, то есть в одну сторону, только сверху покрывает брюшина. Давайте обратную связь. Где располагается мочевой пузырь? Мочевой пузырь расположен по заде лобкового симфиза. Какие анатомические элементы в мочевом пузыре? Сказали, что фундус, дно, шейка, колумб, верхушка, апекс и тело, корпус, резика, уринория. Какие четыре слоя имеет мочевой пузырь? Это самый внутренний слой слизистая оболочка, потом подслизистая основа, потом мышечная оболочка. Мышечная оболочка состоит из трех слоев, две продольно и один циркулярно расположен. И слизистая оболочка. Какие три отверстия имеют? Это вверху, в верхнем крае имеются две отверстия для мочеточника и снизу имеются для мочеиспускательного канала. И топографиями оказывается у мужчин позади мочевого пузыря расположена прямая кишка, семенные пузырьки и семевносящие протоки расположены. А у женщин сзади влагальщик и прямая кишка, матка расположена. Галатопия мочевого пузыря расположена в малом тазе, емкость 250 и до 500 мл. Хорошо. Давайте мы сегодня в конце лекции остановимся на анатомические термины. Сегодня мы новые анатомические термины почки, почка, почки, ренец, мочеточники, уретроз, мочевой пузырь, визика уринария, мочеспускательный канал, уретра. Передняя поверхность фарцис антериор, задняя поверхность фарцис пастериор, верхний конец экстремитос супериор, нижний конец экстремитос инфериор. Медиальный край марго медиалис, латеральный край марго латералис, почечная ворота хилио реналис, почечная пазуха синус реналис, фиброзная капсула, капсула фиброза, жировая капсула, капсула адипоза. И околопочечная жировая тела, корпус адипоза парариналис. Следующий. Проксимальный каналец, туболис, контрус, проксималис, капсула, клубочка, капсула с гломералис, дистальный каналец, туболис, контрус, дисталис, собирательная трубка, туболис, реналис, коллигенис, малая почечная чашечка, каликс реналис, минорис, большая почечная чашечка, чашка, каликс реналис, майорис, почечная лоханка, пельвис реналис, брюшная часть, парс абдуминалис, тазовая часть, парс пельвина, слизистая оболочка, туника мукоза, мышечная оболочка, туника мускулярис, адвентициальная оболочка, туника адвентициалис. И мочевой пузырь, физика уринария, верхушка мочевого пузыря, апекс, физика уринария, тело, корпус, физика уринария, дно мочевого пузыря, фундус, физика уринария, шейки мочевого пузыря, цервика, физика уринария, внутренное отверстие мочеспускательного канала, остеум уритра интерну. Литература сегодняшней лекции. Это основная литература Саппин, анатомия человека, второй том, привязь анатомия человека, Синельников, Атлас, дополнительная литература тоже здесь написана. Это Саппин, нормальная топографическая анатомия человека, Колесников, международная анатомическая номенклатура, Михайлов, анатомия человека, и Федикович есть, Шевырев есть, много литературы, да? Давайте домашнее задание. Написать лекционные материалы в лекционной тетради, потом рисовать строение, общий обзор мочеводелительных органов, строение почки, строение нефрона, мочевого пузыря, и все это рисовать, обязательно анатомические термины рядом, русский вариант и латынский вариант, как мы раньше сделали. Кроме того, у вас есть словарь, цитракь. Все словари, сегодняшние новые слова, написать и выучить наизусть анатомические термины. Благодарю за внимание.